Мне кажется, что есть фактор, который нам еще предстоит оценить. Это, наверное, первая война, которую мы буквально видим, если не в прямом эфире, то события приходят на наши мобильные телефоны буквально с интервалом в часы, если не в минуты. И мы все видим. И боевые действия, и преступления, жуткие преступления совершенно. Одно дело говорит про страшные преступления прошлого. Мы помним, как немцы всегда утверждали, что мы, конечно, догадывались, что-то было, но мы же не видели, что было в Освенции и в Бухенвальде. А вот сейчас мы имеем дело с совершенно невероятным феноменом отрицания того, что люди все знают уже. Уже это бессмысленно говорить о том, что это надо еще выяснить. Ну, ясно совершенно, что все разговоры о фейках российской власти преступной, они никого не убеждают. Мне кажется, они сами просто говорят уже по инерции. Но возвращаясь к вопросу о психологическом эффекте, о травме, я думаю, это очень серьезный вызов вообще всему человечеству. Как говорили в СССР, прогрессивному человечеству. На самом деле людям, которые считали, что, знаете, вот 21 век, что все это осталось в прошлом, что вот там это зло, оно такое даже где-то карикатурное, это там для «Властелина колец» или каких-то других фильмов, книг. Ну, здесь такого же не может быть. Ну, да, конечно, это случалось в Руанде, конечно, где-то сейчас происходит, но не в Европе же. Вот этот разговор обезьяна с гранатой, на самом деле, он буквально вот сейчас как-то вот в этой войне ужасный, он просто приобретает уже такое более как бы конкретное очертание. И я не сомневаюсь, что украинская война, она является такой вот реперной точкой в истории. Это не просто война, которая, я не сомневаюсь, кончится победой Украины в восстановлении территориальной целостности. Это война, которая подводит, на самом деле, итог вообще какого-то периода развития человечества. Вот на самом деле, вот такое межвремение было между окончанием Холодной войны и между Украинской войной. Вот, и сейчас мы расплачиваемся за нежелание понимать, что вообще-то зло же никуда не уходит. Вот это вот тот самый парадокс, как говорится, что человеческая природа, она меняется гораздо медленнее, а зачастую вообще не меняется с технологическим прогрессом. Для меня нападение Путина на Украину было как бы делом предрешенным. Но даже я, в данном случае я не говорю это не сейчас, а я говорил об этом много лет. То есть в данном случае мне было совершенно очевидно, что Путин не остановится на достигнутом, ровно потому, что ему все сошло с рук. Диктатор никогда не останавливается, пока его не останавливают. Правила истории. И Путин здесь не исключение. Безнаказанность, которая сопровождала все его преступления, начиная с Второй Чеченской войны до аннексии Крыма, бомбежек, ковров, бомбардировок, Алеппо и других сирийских городов. Ну и там опять длинный список вообще преступлений путинских. Вот эта безнаказанность, она убеждала меня в том, что он рано или поздно попробует решить украинский вопрос кардинально. Более того, это не то, что у меня, как говорится, мысль крутила в голове. Я просто слушал то, что говорил сам Путин и говорил его пропаганда. Для Путина Украина была тем же, что Польша для Сталина. Это вот такое недоразумение на политической карте, которое надо ликвидировать для того, чтобы реализовывать свои геополитические планы. И то, что последние 8 лет российская пропаганда вдалбливала мысль, вот эту мысль, нехитрую очень мысль, в мозги подведомства населения, о том, что Украина это недогосударство, что ее надо там расчленить, разделить. Вообще это один народ, и вообще пора восстановить историческую справедливость. То есть это все было той самой подготовкой к нападению. Но представить себе масштаб вот этого злодеяния даже мне было трудно. Меня тоже сдерживали вот эти стереотипы 21 век, Европа. Ну, вы понимаете, да, ну, конечно, они нападут. Но вот та же ошибка. Ведь я всегда говорил, что у Путина нет аллергии на кровь. Что у него, как бы, такой, ну, как бы, вот, криминал рекорд, у него, в принципе, есть кредитная история. И вот даже я допускал ту же ошибку, считая, что человек, который отдал приказы бомбить сирийские города, стеряется от лица земли, он остановится перед бомбежкой Харькова. Вот это даже у меня была психологическая ошибка.